Какие ассоциации вызывает Новый год? Запах мандаринов, новогодних салатов, снег, морозец, развлечения на елке. Всюду гирлянды, подарки и разноцветные огни. И какое же торжество обойдется без забористого фейерверка? Салюты делают любое празднество сказочным и запоминающимся. В детстве петарды казались безопасным развлечением. Сейчас я думаю, опасно еще как. Традиция отправлять празднования салютами пошла еще с 5 августа 43-го года в честь освобождения советскими войсками двух городов – Белгорода и Орла. Пиротехника – те же взрывчатые вещества, могут нанести серьезный вред. Читать инструкцию – обязательно. Казалось бы, для всех очевидные правила – не метить хлопушкой в лицо, не использовать пиротехнику в помещениях – систематически нарушаются. И страдает не только неудавшийся подрывник, но и окружающее. Насколько разнообразен выбор петард на рынке, настолько и разнообразны травмы от них. Например, бенгальские свечи, которые дают в руки даже детям, могут вызвать ожог при соприкосновении с кожей, а разлетающиеся от них искры – травмировать роговицу глаза плюс пожары. Всего этого можно избежать. Ведь есть ряд простых правил. Есть ограничения в возрасте. На каждой продукте, естественно, это написано. Просто так товар продать не удастся. Обязательно нужно предоставить документ по запуску. Также везде написана инструкция. Если соблюдать все нормы, абсолютно все будет безопасно. Пиротехнику делят на пять классов опасности. Первый класс – опасная зона полтора метра. Это безобидные изделия, применяемые даже в помещениях. Бенгальские огни – хлопушки. К пиротехнике класса 2 лучше не подходить ближе, чем на 5 метров. Это большинство петард и пиротехнических фонтанов. Третий класс опасности – это небольшие фейерверки и салюты. Четвертый, пятый класс опасности, к сожалению, мы не увидим, так как взрывать их могут только профессиональные пиротехники и зона поражения определяется индивидуально. Салют у нас ставится обязательно на ровную поверхность. Почему ровно? Потому что куда-то вбок выстрелы полететь не должны. Далее все поджигается на расстоянии вытянутой руки. Фитилечек отгибается также аккуратно. Вовнутрь ни в коем случае в коробку не заглядываем. Относиться к выбору пиротехники нужно тщательно. Если в самый ответственный и нужный момент засбоит или что-то пойдет не так, последствия будут непредсказуемыми. При покупке обратите внимание на упаковку. Она должна быть цельной, неповрежденной. Наличие разводов – признак того, что пиротехника промокла. Такую продукцию лучше не покупать. Обязательно должен присутствовать знак подтверждения качества Ростеста. Это необходимо для того, чтобы ваш праздник прошел удачно и оставил только хорошие и светлые воспоминания. Павел Петриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.